Себя показать и на других посмотреть. Почти полтысячи челнинцев, называющие своим родным краем Сармановский район, встретились в одном зале. Зале имени Сары Садыковой. Это землячество отличается не только единением татарстанцев, но и талантами, которыми эти люди обладают. Затем, как им удалось вернуться в молодость, наблюдала наша съемочная группа. Недаром говорят, одна встреча словно целая жизнь. Так происходит и на встрече землячеств. В нашем городе их порядка 30. Концертный зал принял уроженцев Сармановского района. Многие из них покинули родные края еще в молодости. Причина тому – получение образования. В такое время учиться надо было. После 10 классов работала в Сармановском доме культуры. Сначала, в 70-е годы. А потом приехала на прежние челны учиться. В 74-м году сюда приехал. На токаре учился и до сих пор работал токарем. Вот я не жалею, что сюда приехал. Здесь красота. Уже успели кого-то встретить? Вот уже. От одного. Это вот гармонисты, баянисты. Вот один еще. Мужчин. В этот день гости вспоминали детство, школьные годы, улыбались, услышав знакомые мотивы со сцены. Обычно вспоминаем молодость свою. О семьях своих говорим. О детях уже, о внуках. У кого какие изменения семейные там произошли. Чего добились. Часть вечера посвятили заслуженному строителю России и Татарстана Марату Бибишеву, который также родился в Сармановском районе, в селе Нуркеево. Но не только строителей подарил городу этот район. Но и известного певца Ильгама Шакирова, писателя Равката Карами. Гордиться есть кем, признаются гости. Артисты, певцы, драматурги, писатели, танцоры, то есть врачи. То есть элита такая, она знаменитая по всей нашей республике. Но и без рабочих моментов в этот вечер не обошлось. Председатель общества Сарман Дамир Шайхразиев сообщил о передаче своих полномочий заслуженному артисту Татарстана Алмазу Ишмуратову. В будущем помощь в решении проблем земляков и организации сборов представителей славного Сармановского района лягут на его плечи. Ландыш Капранова, Дмитрий Кравченко, Челны, 24.